Всем привет, с вами Прия. В обновлении 8.3 появятся новые союзные расы, и с целью того, чтобы на них поиграть, как и на других союзных расах, нужно сделать некоторые условия. Сегодня рассмотрим абсолютно все их, глянем, какими классами могут играть эти определенные союзные расы, ну а также различные расовые бонусы их рассмотрим. В мехагномов люди ждали еще, наверное, с самого старта контента на мехагоне, с каких-то псевдо-анонсов будущего дополнения, с таким классом, как механики. Ну всякие вот эти инсайды различные, всякие предположения строились на основе того, что новым классом в обновлении 9.0 будет какой-то механик, тинкер из доты и что-то такое прочее. Ну в итоге, на текущий момент, это всего лишь союзная раса мехагномы. Вульперы, та раса, которая досталась Орде, с самого еще, наверное, начала БФА, были догадки о них, и по итогу в обновлении 8.3 мы встречаем их в виде союзной расы. Вульперы могут быть воинами, охотниками, разбойниками, жрецами, шаманами, магами, чернокнижниками и монахами, Ну а механогномы, воинами, охотниками, разбойниками, жрецами, магами, чернокнижниками и монахами. В принципе, спектр классов весьма неплохой. И с целью того, чтобы посмотреть их различные расовые бонусы, просто-напросто создадим и глянем, что у них вообще есть интересного. Собственно, вот он у нас, механогном. Модель его очень интересная, хоть он и носит различные поножи, ступни, но их просто-напросто даже не видно. То есть, они являются механическими, и в принципе, перчатки также. Если вы захотите собрать какой-то сет на механогноме, то это будет крайне тяжело. Ну а с целью того, чтобы поиграть на них, нужно всего лишь добиться превознесения у ржавоболтского сопротивления, а также пройти задания, которые соответствуют открытию этой союзной расы. Ну и еще и нужно стартовую цепочку на мехагоне сделать, но в принципе, качая превознесения, вы спокойно это сделаете. Если поговорить о каких-либо разных расовых способностях, то они достаточно интересны, и спектр их крайне велик. Первое. Чудо-отмычка. Позволяет вскрыть запертые сундуки и двери, требующие уровень навыка до 550. Актуальность разбойников немножко потеряется, так как раньше абсолютно все брали какого-либо себе разбойника с целью того, чтобы открывать, например, сейфы, которые падают с мобов, или, например, двери различные в инстах с целью более легкого прохождения. Вторая расовая способность. Это боевой анализ. Раз в 5 секунд вы собираете и анализируете боевые данные, повышая свою основную характеристику на 12, эффект суммируется до 8 раз. Вне боя эти данные устаревают. В общем, это эффект, который просто-напросто будет постепенно накапливать на вас мейн стат. И когда вы выйдете из боя, потихоньку это количество стаков будет просто-напросто уменьшаться. Но так как текущий персонаж 110 уровня, цифра всего лишь 12. Ну а на 120 левеле эта цифра равна примерно 50. Механические гномы имеют в себе механическое тело. То есть это просто-напросто гномы, которые являются механическими. По этой причине у них есть интересная расовая способность. Мастер на все руки. Ваше тело становится персональной наковальней, очагом для приготовления пищи, а также получается горном для плавки руд. Также вы имеете абсолютно все профессион-тулз, это инструменты для профессий. То есть имеется в виду различный нож для снятия шкур, имеется у механогнома просто в себе, в своем теле. Он его содержит, кирка для раскопки руд, а также прочие другие различные интересные вещицы для того, чтобы как-либо взаимодействовать с ресурсами в округе. Весьма забавно, весьма интересно то, что можно просто-напросто на себе плавить руду, на себе готовить еду и на себе выплавлять слитки из руды. Гиперизлучатель органического света. Дальность действия 5 метров, мгновенное действие, кд 3 минуты. Создает из органического света образы копии, которые отвлекают внимание противников. То есть использовав их, появляются две копии, которые просто бегают с нами и, наверное, таунтят на себя мобов. Как-то примерно такое, я думаю, у них взаимодействие. Либо, может, какой-то контроль вешают на мобчиков. Ну и прекрасная пассивная расовая способность. Снова в бой. Когда ваш запас здоровья падает ниже 20%, вы восстанавливаете 20% максимального запаса здоровья. Эффект срабатывает не чаще, чем раз в 2,5 минуты. То есть кдшка получается всего лишь 150 секунд и реген 20% хп. Это весьма классно. С учетом того, что если сделать механогномов какого-либо потенциально танка, это будет еще и полезно. Так что, быть может, механогномы засияют во всей своей красе, будучи танками. Стоит это рассмотреть и подумать насчет этого. Прекрасная союзная раса с хорошими, полезными, что самое главное, расовыми способностями. Как и у любой союзной расы, у механогномов есть свой союзный маунт. Называется он мехагонский механодолгоног. Получить его можно будет легко, так же, как и у других союзных рас, просто-напросто выполнив цепочку на открытие союзной расы. Ну и примерно так он будет выглядеть на этом механодолгоноге. Интересненько. Такие ножки у него цокающие и фонарик по центру и шестеренки двигаются. То есть в стиле механогномов. Поговорим о вольперах. Арденская союзная раса. У них также есть интересные расовые способности при себе, но почему-то иконки их не прогружены и они обозначены просто-напросто зеленым цветом. Но ПТР пока что иконки рисуются и это тестовый мир. Так что все нормально, все хорошо. Первая расовая способность — встряхнуть сумку. Что она нам позволяет сделать? Она позволяет нам сменить наши выбранные трюки. Применение 5 секунд, а восстановление 5 минут. Я не знаю, о каких трюках в принципе идет речь, но можно поюзать и посмотреть, что из этого произойдет. Окей, идет процесс коста. И что по итогу? По итогу случилось вообще что-то непонятное. Да, вообще непонятно, что произошло. Хорошо. Далее. Следующая интересная расовая способность — сумка с барахлом. Мгновенное действие и КД полторы минуты. Мы наносим дэмэдж врагу. 24 всего лишь урона. Это как-то мало. Я думаю, цифры еще будут как-то регулироваться. И при этом отхиливаемся на значение Х2. То есть в текущей ситуации это 48. Но я уверен, что цифры увеличатся к 120 уровню. И если на 120 даже они будут достаточно маленькие, то они 100% должны увеличиться. Далее. Две расовые кнопки, но они, можно сказать, связаны под одну расовую способность. Первая кнопка — это возвращение в лагерь. А вторая кнопка — это разбить лагерь. Ну, например, мы берем и на своем текущем местоположении делаем разбитие лагеря. Все. Мы зафиксировали. Мы поставили точку, в которой мы будем находиться при использовании возвращения в лагерь. Для чего это полезно? Ну, например, хотим мы пофармить какого-либо маунта в открытом мире. И просто-напросто мы берем, рядом с точкой его сплавно разбиваем лагерь. И по итогу мы при нажатии кнопки возвращения в лагерь портуемся именно на эту точку. Это почти тот же самый камень возвращения, только мы сами его ставим. Мы никак не привязаны к хозяевам таверны и вольны сами себе выбирать точку для нашего возвращения. Я думаю, с камнем КД отличается у лагеря, иначе это будет не очень-то классно. Вот только почему-то в рамках ПТРа, в рамках тестового игрового мира, я портнулся на альянсовский корабль. И по итогу вообще ни единого действия сделать не могу. А нет, могу. Но только я умру, и что в итоге произойдет? После не самого лучшего использования телепортации в назначенную точку лагеря, было принято просто-напросто решение портнуться в город. И тут уже намного безопаснее можно все сделать, так как порталы на альянсовский дирижабль в рамках пробного персонажа меня не особо радуют. Продолжим рассматривать расовые способности. Вульперский набор для выживания. Убивая гуманоидов, вы можете находить дополнительные сумки с полезными предметами. Ставит ли это вульпер в хорошую расу для голдфарма? Ну, наверное, да. Но опять же, нужно смотреть, какие полезные предметы падают с этих сумок, и в каком количестве они падают. Так как если их падает очень мало, и там падает всего лишь несколько медных монет, какой-нибудь там льняной материал с этих сумок, то это вообще абсолютно ни к чему. Нюх на неприятности. Когда противник первый раз наносит вам урон, этот урон сокращается на 5% вашего максимального запаса здоровья. Но это будет больше всего применимо к танкам. И у танков, по-моему, на текущий момент актуальное количество хп, ну, 1400-500. 5% от 400 тысяч это 20 тысяч получается, а 5% от 500 это 25 тысяч. То есть первая атака будет снижена на 20-25 тысяч по такому неплохому, хорошо одетому танку. Полезно ли это? Ну, в мифик плюсах да, в рейдах не особо. Хотя если рейд новый будет просто-напросто наполнен адами какими-либо, ну, мобами, которые выходят в рамках рейдового сражения, то тогда это тоже будет полезно. Самая последняя расовая способность вульпер это сопротивление огню. Уменьшает получаемый урон от огня на 1%. Ну, если бы любитель постоять в костре, например, просто-напросто в очаге для приготовления пищи, то тогда эта расовая способность будет показывать себя прекрасно. Но на текущий момент, где у нас есть дэмэдж от огня, мало где применимо ли это будет, полезно ли это будет вообще в принципе. Ну, я так не думаю. На текущий момент кажется, что механогномы как-то посильнее выглядят, чем вульперы в плане своих каких-либо расовых способностей. Ну, а маунт у них, сейчас бы найти его. Вульперская гиена. Это гиена, которая имеет при себе шатер сверху. Весьма приятный для отображения. Да и все. По факту обычная гиена, которая дропается с ворлд-дропа в Валдуне. С каких-либо мобов. Как-то вульперы сами по себе классные в плане своей модельки. То, что они с хвостиком. Это мимимишно, это классно. Но что по итогу. Раз свои способности не очень. Маунт уже такой есть в игре. Ну, а у механогномов хоть как-то интереснее и как-то уникальнее. Не Хейчу Орду ни в коем случае. Но на текущий момент механогномы как-то интереснее смотрятся в этом плане. Ну, а с целью того, чтобы поиграть на вульперах, нам нужно сделать самые обычные простые условия. А именно пройти сюжетную цепочку Валдуна. Добиться превознесения с жителями Валдуна. Ну, а также выполнить задания, которые соответствуют открытию этой союзной расы. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте про ссылочки в описании и другие видосики по 8.3. До скорого.